И совершить этот намаз. Другой вопрос, что там есть отдельные люди, которым не нравится, как бы ты его не совершал. Даже если дома будешь совершать, им это не нравится. Если они тебя там увидят, они попытаются там поснимать тебя и так далее. Но есть вещи, которые вообще в принципе недопустимы. И то, что мы с вами обсуждали, это как раз вот из таких примеров. Ты ведь не приходишь на общественный пляж, чтобы кого-то там победить. И показной намаз в подземных переходах в России выглядит неподобающе. Кстати говоря, по поводу намаза, вот в этой, как его, то, что Министерство по национальностям разработало вот эту методичку. Там отдельным пунктом идет и про намаз, про завершение намаза. Смотрите. Понятно, что то, что они написали, это конечно полный бред. Там вообще молитву читать там, понятно, что это полный бред. Но в то же время надо понимать, вот ты, например, хочешь совершить намаз. И совершать его, допустим, на какой-то площади, став в центр, положив там коврик перед собой, там сутру установив, мешая, как бы, удивляя людей этим, это некорректно. Понятно, что это видно, что ты вот на показ это делаешь специально. И людям это не нравится. Если ты хочешь совершить намаз, ты можешь просто отойти куда-то в сторонку, где это не будет людей напрягать. И совершить этот намаз. Другой вопрос, что там есть отдельные люди, которым не нравится, как бы ты его не совершал. Даже если дома будешь совершать, им это не нравится. Если они тебя там увидят, они попытаются там поснимать тебя и так далее. Это отдельная тема. Но я сейчас говорю не об этом. Это не вопрос российских там нацистов или прочих каких-нибудь нацистов. Понятно, что с ними, они есть и с ними все понятно. Вопрос в нас, я имею в виду, вот это наше с вами поведение, оно должно быть корректным. Например, совершаешь ты намаз, допустим, аккуратно отошел в сторонку, так, чтобы это никто, никого это не напрягало. И чтобы тебя никто не напрягал. Ты хочешь встать перед Всевышним Аллахом, совершить молитву. Тебе не нужны вот эти чуваки, которые подойдут, начнут там тебя снимать, помешают твоей молитве. Ты же, ты хочешь быть сосредоточенным. Поэтому сделай все возможное, чтобы у тебя не возникло этих вопросов. Тумсо, что ты такое говоришь, почему оправдываешься перед теми, кто сравнил с землей твою республику, с теми, кто находится в оккупированной территории. Вот смотрите, мы ни перед кем не оправдываемся. Мы, то, что я сейчас говорю, это попытка исправить нас. Не перед кем-то оправдаться, а исправить нас. Ведь это проблема. Не важно, ты перед кем. Ты с оккупантами, с друзьями, со всеми ты должен вести себя достойно. Ты должен быть примером. Ты должен понимать, что ты, если ты, например, в каком-то обществе представляешь, самоидентифицируешь себя как чеченец, допустим, то ты представляешь, и на тебе, и по тебе делают вывод о народе. Если ты где-то самоидентифицируешь себя как мусульманин, то по тебе делают вывод о мусульманах. Ты должен эту ответственность как бы на себе чувствовать. Ты ее несешь. Хоть кто-то скажет, никто там не является ответственным и так далее, и будет прав. Да, конечно, если мы сейчас конкретно скажем, что эти люди несут ли они там ответственность. Нет, они, конечно, то есть на них возложена она не будет. Но мы понимаем, как формируется мнение об обществе. И поэтому твоя задача выглядеть достойно в любом обществе. Обществе оккупантов, обществе кого угодно. Друзей там, врагов. И вот такое поведение, оно не показывает нас в хорошем свете, понимаете. Ты не можешь сделать что-то такое неправильное в своей основе. И за счет этого выглядеть достойно, выигрышно. Не можешь ты. Если мы говорим о врагах, понимаете. Одно дело, когда ты враждуешь. Там есть поле битвы. Или там у тебя какая-то дискуссия, допустим, с оппонентом. С которым у тебя спор. Там он, и ты его, например, как-то там оскорбил. И это все, эти все моменты. Понятно, что где-то каждому слову есть свое место. Месту есть свое слово. Но есть вещи, которые вообще в принципе недопустимы. И то, что мы с вами обсуждали, это как раз вот из таких примеров. Ты ведь не приходишь на общественный пляж, чтобы кого-то там победить. Ну, давайте будем честны. Ты же пришел туда, чтобы отдохнуть, чтобы поплавать, охладиться. Ты не пришел туда кого-то побеждать. Будь добр. Тем более, таким образом ты точно никого не победишь. Ты только проиграешь. И из-за тебя там еще целая, видите, какая волна поднялась. Там ведь вот эта поднятая волна, она ведь теперь касается не только конкретного человека. Она ведь всех нас начинает касаться. А всех нас начинает такое мнение формироваться. Почему, когда чеченцы разговаривают на чеченском, цифры говорят на русском? Потому что плохо знают свой язык. К сожалению, есть такая проблема. Так вот, многие слова, содержащие цифры, они на чеченском их произносить так непривычно, как, например, допустим, вот X5, X7 BMW. Сказать это на чеченском, типа X-Work, X-P, это звучит странно, непривычно. Для нас более привычнее говорить это на русском языке или же на английском, допустим. Поэтому многие, я думаю, стали использовать чаще цифры на русском языке. Хотя надо, конечно, стараться говорить как можно чище на чеченском языке. И там, где мы можем свободно, там, где мы знаем слова, там, где мы без проблем можем говорить это на чеченском языке, лучше говорить на чеченском. То есть сами себя, когда мы дисциплинируем в этом плане, вот я пытаюсь, когда я говорю на чеченском языке, я пытаюсь сделать так, чтобы моя речь была полностью на чеченском. То есть максимально не использовать русские слова. Just say X5. Ну, да, кто-то говорит X5, X7, но привычнее, конечно, у нас говорить X5, X7. Но, видите, в любом случае это непривычно говорить на чеченском. X-P, это звучит очень странно. И таких, много таких вот моментов. Там, например, iPhone 15, iPhone Preit у нас, ну, не говорят. Даже когда ты на чеченском языке разговариваешь, ты не скажешь iPhone Preit. Хотя это правильно, на самом деле, так сказать. Был же сбой, кстати, в Microsoft, знаете. На днях был очень крупный сбой во всех, ну, этих, лицензионных, естественно. Windows остановилась работа аэропортов. Там, в общем, реально 8, по-моему, миллионов компьютеров. Они сказали, что этот сбой коснулся. И вот тут впервые, наверное, такая ситуация, когда... А в России же в основном все на пиратских этих сидят, не на официальных, не обновляются. Поэтому их, естественно, это не коснулось. И вот это та ситуация, когда вдруг все те, кто пользовались этими взломанными Windows'ами, почувствовали, что не зря. Почувствовали преимущество взломанной операционки. Субтитры создавал DimaTorzok